Тему безопасности на воде продолжим обсуждать с экспертом. К нам присоединяется Ярослав Сайпаш, представитель МЧС. Ярослав, здравствуйте. Как меня слышно? Здравствуйте. Слышу вас отлично. Скажите, готовы в Казахстане к купальному сезону? Как обеспечивается безопасность отдыхающих? Как известно, да, традиционно с 1 июня у нас начинается купальный сезон, он продолжается до 31 августа. Подготовка к нему начинается с начала года, то есть уже в марте месяце, 13 марта, министром ПЧС был утвержден приказ о мерах безопасности перед купального сезона 2024 года, в рамках которого до настоящего времени проводятся профилактические мероприятия, в том числе рейдовые мероприятия. Больше 4000 рейдов было проведено, в результате которых больше 500 человек были привлечены к административной ответственности. Выступления на телерадиоэфирах, если быть точнее, то на телеканалах более 1000 выступлений, на радиоэфирах более 2000 выступлений и так далее. Кроме этого проводится работа по увеличению количества безопасных мест купания. На сегодняшний день уже до начала купального сезона дополнительно были созданы уже 96 спасательных мест, безопасных мест, и общее количество которых теперь уже составляет 708. Работа продолжается. Также продолжается работа по установке запрещающих знаков на необорудованных стихийных участках водоемов. Ярослав, но только на востоке больше 70 стихийных пляжей. Получается, предупреждения не работают. Вопрос, к чему 70... Все верно, да, озвучиваете статистику. Вопрос в чем? Там будет какое-то патрулирование, чтобы людей, ну я не знаю, просто не пускали. Однозначно. Патрулирование и рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе. То есть имеются графики патрулирования, сотрудники, туда подключаются сотрудники полиции, волонтеры для большего охвата и так далее. Достаточно ли у нас ресурсов? Ресурсов достаточно. Я говорю, где дополнительно... Дополнительно в сезонное создаются дополнительно 97 мобильных спасательных постов. Это за исключением стационарных спасательных постов. То есть дополнительно создаются в стихийных местах, где будут нести свои дежурцы профессиональные спасатели. Кроме этого, за счет сил... Повторяюсь, да, достаточное количество. В том числе оснащение также обновляется. И при этом обновление всегда требуется. Необходимо также идти в ногу со временем. И также, конечно, требуется дополнительное оснащение новыми какими-то видами спасательных снаряжений. А так, в целом, спасательные подразделения у нас... Просто вот на Востоке говорят, что 28 спасателей-дружинников, и этого явно недостаточно. А как вообще по стране обстоит? Какая по стране ситуация? Спасатели-дружинники у нас проходят обучение в спасательных подразделениях. Их количество с каждым годом увеличивается. В результате вот с помощью этих спасателей-дружинников дополнительно, если не ошибаюсь, 80 частных мобильных постов, которые функционируют в местах массового отдыха, а также в коммунальных снаряжениях. Ну и давайте напоследок еще раз простые инструкции, как вести себя на воде. Не будет лишним, наверное. В первую очередь, это необходимо купаться только в разрешенных местах, купаться в дневное время суток, не заплывать за буйки, не прыгать с мест, не предназначенных для прыжков, не подплывать близко к водным суднам, не издавать звуки ложной тревоги и, самое главное, не оставлять детей без присмотра в воды. Спасибо, Яросол. Напомню, на прямой связи со студией был Яросол Сайпаш, офицер комитета гражданской обороны и воинским частям МЧС. Спасибо большое.